С новым добрым утром! С вами ваш любимый домашний дайнер Андретан. Думаю, всем уже стало известно, абсолютный мастхэв этого сезона это мех. Шапки, шубы, сумки, обувь и даже очки. Все это должно быть мягким и пушистым. И сегодня к этому списку мы еще добавим модный аксессуар. Это меховые наушники. Хотите, чтобы ваши ушки согревали вот такие наушники? Тогда смотрите, как их можно сделать собственными руками. Для этого нам понадобится старый мех, возможно, даже бабушкин воротничок, а также ручка, ножницы и иголка с ниткой и, ну, какие-нибудь наушники. Для начала нам нужно вырезать 4 кружка из меха. Берем обычный стакан, обводим его, делаем это экономненько и потом эти 4 кружочка вырезаем. Стоит заметить, что вырезать нужно не обычными ножницами, а желательно или лезвием, или маникюрными ножницами, для того, чтобы не повредить мех. И так у нас получилось 2 прекрасных кружочка. Это и будет у нас одно ушко. Но самое главное теперь нужно очистить его от остатков меха. Берем каталочку, убираем. Мех. Берем наши ушки, складываем мех к меху и сшиваем это все иголочкой. Самое главное, когда вы будете сшивать, используйте наперсток, не то вы сильно пораните свои пальчики. Мы наполовину сшили 2 меховых блинчика, теперь мы их выворачиваем и одеваем наше ушко в него. Ну, осталось теперь только взять и закрепить оставшиеся уже в нашем наушнике. Такие наушники будут прекрасно сочетаться с трендом этого сезона с меховой обувью. А я прямо сейчас их выставляю на Укра, так что ловите. Когда будете делать такие меховые наушники, берите пример с меня. При съемках этой рубрики ни одно домашнее животное не пострадало. Ну, кроме бабушкиного мехового воротника. Будьте модными, но при этом оставайтесь верны своему стилю. С вами был ваш любимый домашний дизайнер Андре Тан. Увидимся совсем скоро. Пока.